Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, я директор агентства недвижимости в Хургаде, Акар Реал Эстейт. Мы работаем с 2008 года. Сегодня поговорим о инвестициях в недвижимость Египта в 2023 году. Сегодня мировые события складываются таким образом, что людям хочется хотя бы сохранить свои средства. Если получится их приумножить, это, конечно, замечательно, и значит вы делаете свои вложения правильно. Опережая все, что я скажу сейчас, с помощью покупки недвижимости в Хургаде вы, конечно же, свои средства можете приумножить. Вообще вложение в недвижимость это всегда грамотная инвестиция. Если выбрать правильно объект, недвижимость всегда растет в цене, и если в стране происходит инфляция, то, соответственно, растет и стоимость того или иного объекта в соответствии с этой инфляцией. Но вот сейчас я загляну в компьютер, вы уж меня извините, для того, чтобы не ошибиться в цифрах. Значит, инфляция у нас сегодня составляет в Египте 32,7%, а стоимость недвижимости увеличилась на 24%. Это у нас данные официальные. А сейчас поговорим о реальности. Возьмем для примера один из объектов в Хургаде, широко известного застройщика комплекса в Сибирской башне. Это у нас комплексы, можно сказать, эконом-класса, комплексы доступные, где стоимость квартир всегда была доступна для широкого круга покупателей. Комплекс находится около одного километра от моря. Итак, значит, квартира с одной спальней 48 квадратных метров. Первоначальная цена с рассрочкой от застройщика составляла 19 600 долларов. Спустя два года, сегодня, стоимость такой квартиры с рассрочкой у нас 34 300 долларов. Итого мы видим увеличение стоимости на 57% за два года в долларовом эквиваленте. Здесь сработали два фактора. Первый фактор – это, конечно же, завершение строительства. Второй фактор – инфляция. Как видите, это уже не 24%, о которых нам говорит официальная статистика, а 57%. Значит, второй фактор, который может сработать на увеличение стоимости квартиры – это развитие инфраструктуры. Возьмем для наглядного примера комплекс Флоренция. Это у нас можно назвать комплекс элитный, класса выше среднего, который расположен на 2-й береговой линии в районе Арабия. Комплекс готовый, построенный. И, значит, в 2022 году в районе Арабия закончилась реконструкция набережной, которую проводило государство. Район, конечно, стал более благообразным. Великолепная набережная с пляжами, с развитирую инфраструктурой внутри. Все это, конечно, не могло не сказаться на стоимости квартир, домов, которые находятся в непосредственной близости от этой набережной. Итак, 2020 год. Студия 48 квадратных метров. В комплексе Флоренция у нас стоила 400 тысяч фунтов. Сегодня, в 2023 году, средняя стоимость такой студии – 1 миллион египетских фунтов. То есть увеличение стоимости у нас 40%. Здесь, именно на примере этого дома, в формировании цены, участвовали два фактора. Это инфляция и развитие инфраструктуры района. Какие дополнительные доходы может приносить недвижимость в Хургаде? Это, конечно же, доход от аренды. Это стабильный доход, постоянный и пассивный. У нас в Египте нет сезонности, всегда недвижимость для аренды востребована, особенно в последнее время, когда происходит большая миграция населения, как из Европы, так и из других стран. Еще один важный момент. Не забывайте, что недвижимость в Хургаде – это вклад мультивалютный. Вы можете приобрести квартиру, предположим, за рубли, а продать за доллары или евро, так как покупатель у нас здесь из самых разных стран. Здесь хозяин барин, только он определяет, в какой валюте продавать его недвижимость. Ну и, конечно же, контроль. То есть, когда вы делаете такого рода инвестицию, вы здесь являетесь главным человеком, который определяет, где покупать, что покупать и каким образом будет управляться ваша недвижимость. Еще один из главных факторов, который способствует все-таки склониться в сторону вложения денег в египетскую недвижимость – это мгновенная прибыль. Золотое правило инвестиционной недвижимости – это покупная цена. Когда вы приобретаете жилье по срочной продаже, по цене значительно ниже рыночной, то есть на самом этапе сделки вы уже зарабатываете. Что касается срочных продаж, такие продажи всегда есть в базе нашей компании. Для этого вам нужно обратиться к менеджерам по телефону, который вы видите сейчас на экране, и спросить, что сегодня продается срочно и со скидкой. Такие предложения есть. У людей меняются жизненные обстоятельства иногда, и они хотят как можно быстрее продать свою недвижимость. И тогда цена очень приятна для покупателя. Как выбрать инвестиционно выгодную недвижимость в Хургаде? Дальше вы можете не слушать, а просто обратиться к менеджерам нашей компании, для того, чтобы они такую недвижимость для вас подобрали. Но все же я хочу, чтобы вы знали основные принципы, по которым выбирается жилье, которое в дальнейшем будет приносить вам прибыль. Место, место, где находится квартира. Здесь мы также провели уже всю работу за вас. Абсолютно вся недвижимость на нашем сайте находится в районах туристических, рядом с морем, и в районах с развитой инфраструктурой. Эту недвижимость всегда можно будет легко сдать, перепродать, ну или самим с комфортом в ней жить. Ну, основные ориентиры по выбору мест, это у нас, конечно же, близость к инфраструктуре. Это магазины, аптеки, продуктовые супермаркеты и так далее, пляжи и неподалеку от прогулочных зон. Опять же, немаловажны требования к самому дому и квартире, когда вы приобретаете инвестиционную недвижимость. Это наличие лифта, если это высокий этаж, потому как и арендатор, и другие покупатели в дальнейшем не очень любят квартиры, которые расположены высоко. И если в доме нет лифта, это, конечно, усложнит продажу или сдачу в аренду. В квартире должен быть балкон, квартира должна быть в хорошем состоянии и не требовать генерального ремонта. Если там нужно просто подкрасить стены, это вообще не вопрос, это даже не обсуждается, здесь ничего сложного нет. Ну, а если, конечно, требуется замена центральных коммуникаций, здесь лучше от такой квартиры отказаться. Лучшим образом будет восстановить выбор на квартире уже мебелированной или с частичной мебелировкой, потому как цены у нас сегодня растут с каждым днем в Египте, и оснащение квартиры может вылиться в дополнительные траты, возможно, на которые вы не рассчитывали. Дом должен быть обязательно подключен к интернету. Этот момент очень важный, потому как не все дома здесь у нас имеют такую возможность, не везде проведена городская телефонная линия. Ну и что касается площади квартиры, сегодня наибольшим спросом, ну, как всегда, пользуются квартиры типа студию. Это одна комната с американской кухней, балкон и туалет. И квартира с одной спальней, это зал с американской кухней, туалет, балкон и отдельная спальня. Что касается приобретения квартиры с двумя спальнями, мы сейчас говорим о инвестиционной недвижимости, которая в дальнейшем будет перепродаваться или сдаваться в аренду. Когда вы приобретаете такую квартиру, если она приобретается с мебелью, то обратите внимание на то, чтобы мебель в этой квартире была современной, соответствовала современным стандартам и качественной была, хорошей, красивой, лучше дизайнерской. Сейчас о чем речь? Если вы берете квартиру с двумя спальнями и в ней мебель старого образца или требует замены, такая уставшая, скажем так, квартира, то при соотношении покупная цена и аренда вы будете выручать практически столько же, сколько вы будете получать от сдачи квартиры с одной спальней. Этот момент также имейте в виду. И также, если вы будете обставлять квартиру с двумя спальнями, лучше вложитесь и обставьте ее красиво. Тогда разрыв между ценой аренды квартиры с одной спальней и хорошей, хорошо обставленной квартиры с двумя спальнями будет значительно больше. Вы зарабатывать будете больше и быстрее окупите свои вложения. Если мебель у нас египетская, стены зеленые, потолки красные, полы черные и диваны с бархатом и кровать с вензелями, то здесь цена аренды будет практически такая же, как и на квартиру с одной спальней. Тогда нет смысла даже в приобретении квартиры с двумя спальнями большей площадью. Когда приобретается инвестиционная недвижимость, следует учесть и дополнительные расходы, которые вы будете по ней нести. Налоговые сборы государственные у нас здесь небольшие, в районе 20, максимум 50 долларов в год. Самый главный момент, на который стоит обратить внимание, на который я хочу остановиться, это годовой сервисный сбор. Если вы рассматриваете жилье на первой береговой линии, то обратите особое внимание на те условия, которые предлагают вам строительные компании. Очень часто годовой сервисный сбор фиксируется в валюте, это у нас доллар или евро, иногда даже британский фунт с последующим увеличением ежегодным на 5, а то и 7%. Начиная от 1000-1200 долларов в год, соответственно, с каждым годом цена будет становиться выше, 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 выше и выше до того момента, пока она просто станет неподъемной. Такая недвижимость, она просто потеряет свою инвестиционную привлекательность для человека, и вы будете вынуждены ее продать. Поэтому обратите на это внимание, сейчас застройщики предлагают очень приятные условия по сервисному содержанию. Разумные, я так считаю, это так называемая водия, единоразовый сервисный сбор пожизненный, который вы оплачиваете при получении ключей от квартиры. Такой сбор может быть в размере 7-15% от стоимости квартиры, вы его платите один раз и в дальнейшем оплачиваете только свет и воду по счетчикам. Это основные моменты по инвестициям в недвижимость Египта. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к менеджерам нашей компании Акар Реал Эстейт. Мы для этого и работаем, для того, чтобы вас консультировать и помогать с выбором квартиры на берегу Красного моря, которые, может быть, не только приятным бонусом вторым домом, где вы будете отдыхать, жить, но и инвестиционным инструментом, который будет приносить вам неплохой доход. Мы с удовольствием обо всем расскажем и в дальнейшем поможем вашей недвижимостью управлять. С вами была Анастасия. Всего вам доброго. До встречи в Хургаде. С вами был Игорь Негода.